Привет мир, привет Белгород! Ваня, где твоя медаль? Какая медаль? Большая самая, которая у тебя в коллекции. Тащи ее сюда. Ну я ж не буду вилет, стараюсь снимать. Давай сюда. Короче, буквально 5 часов назад. Здарова, Ромич. Что у тебя случилось? Мы приехали из Суздали, пробежали ультрамарафончик с этим красавчиком. Никто этого не ожидал. Ванечек, без подготовки. Чуть не надрал мне задницу на самом финише. Стресса было очень много. И посмотрите, какой. Иди сюда, Ванек. Иди сюда. Дай мне с тобой сдать. Это же встал. Как на брат акробата. Выжжено 100к. На самом деле там было все 110к, по-моему. Да, 110к. Так что мы сделали самое приятное, которое запланировали на эти выходные. И сделали на тысячу процентов. И не умерли. И не умерли. Не сбежали, не постеснялись. И, в общем, выполнили поставленную задачу. А сегодня у нас задач столько, что даже страшно себе представить. И мы займемся. Смотрите, у нас раз огромная коробка. Большая коробка. И еще, ой, аккуратно, Антоп, не ломайте. И еще у нас две коробки. И там всяких полно ништяков, которые мы будем распаковывать, после того как пообщаемся с нашим прекрасным любимым уроком. Привет, Ромич. Привет. Так, мы продолжаем. Ромич, оказывается, пришел. Он как-то брал у нас дырчик на седьмом. Но видюшка там Родионовская, да? Короче, не тянет видюшка. Хочет менять на что-то более мощное. У нас, конечно, парочку вариантов интересных есть. Но мы все-таки, я не помню абсолютно практически ничего, что там в этих коробках. Надеюсь, возможно, там что-нибудь придет, что подойдет нашему другу. Доданий нет. Надо в любом случае посмотреть. Не можем же мы Ромичу предлагать то, чего мы сами еще не видели. Вот. К тому же вдруг у него там будут разные ништяки. Берем первую. посылочку. Так. И пытаемся ее открыть. Вверх, да. Ладно, пофиг. Короче, перемотать на полчаса. Короче, Ромич, ну не можем. На боке не можем открыть коробку. Ускоришь. Ускоришь. Ладно, Маня. Собрались. Так. Есть. Два. Три. Четыре. Так. Пакет. Пустые. Тоже не по нашей части. Давай, ну что ж на стол? Мы это не заказываем. Зарядки. Много зарядочек. Их смотреть не будем. Нам некогда. Нам нужны... Нас интересуются мягучики. Так. Это какая-то четыреста дюймовая ерунда. Те же четыреста дюймов нет? Ромич, я их знаю. Не, ну тебе надо что-то пободреть. Тебе надо... Четырнадцать дюймов. Супер мощная. Не запихнешь. Так. Посмотрим, что это за красавица у нас. Ух ты. В металле. С-300. Классный, кстати, аппаратик. Да. Металлическая штуковина. По-моему, он с сенсорным дисплеем должен быть. На седьмом порцент, интересно, включается. Да, загорелся сразу. Так. Смотрим состояние. Меня всегда интересует больше всего состояние. Почему-то шуруп один куда-то вылетел. Пока, видимо, ехал. Но втулка есть. Ничего страшного. Закрутся обратно. Старичок. Старичок, но классный. Потому что это у нас полностью металл. Должен быть сенсор. Да, сенсор на дисплее. Седьмой проц. Все ништяки. Быстро ему сейчас Ваньке перейдем. Ванька, глянь, что тут у нас такое. Чтоб мы время не теряли. Потому что ноутбуков много. Дел тоже меньше. Так. О, еще одна четыре. Это просто какие-то малыши. Малыши у нас приехали. Тоже старичочек по имени Самсон. Ультравучик. Тоже в металле. На Core 5 процессоре. Вот такая вот бушечка. Интересно, она включается у нас сразу? Да, сразу включается. И тоже загружается. Отлично. Пусть она пока прогружается. Мы будем, так сказать, по накатанной. Ванька, что у нас тут? Получается. 3517. Юшка. Четыре оперативочки. Если Дашечка там есть? Нет? И еще четыре. Еще два аппарата. Так. Один даже в сумочке. Ромич, откроем тут, что в сумке? Давай. Давай. Давай только в сумке. В сумке подарков никаких. Самое интересное, что Даня, сами когда не знают, что ты велик. Не, иногда я знаю, но сейчас я вообще-то все забыл. Ну, прощай, для коррупционного контейнера в США, да? Да. Да. Так. Мне это уже не нравится. Да, ты кто с ним в перспективе? В перспективной границе. А, да ты себя вообще сейчас вспомнил. Он, кстати, должен быть неплохим, но, по-моему, он приехал то ли с разбитой матрицей, то ли. Тоже на E7 740. И, кстати, должен был быть на флор, но, наверное, он не включится. У нас либо матрица разбита. По-моему, был такой один, и я его все равно решил взять. Не знаю, потому что он разбит. Да. У него проблема с матричкой. Вот. Но аппарат сам по себе классный. Это у нас, если быть точным, E1 570G. Классный аппарат. Долго держит батарейки. Ну и, в целом, неплохая машинка. Вот. На Core i7 740 GeForce. Очень такой сбалансированный вариантик. Для тех, кому нужна и графика дискретная, поиграться на средних, на минимальных настройках, в игрушечке. Ну и A7 просто, чтобы радовал глаз. Простенький такой, абсолютно строгий, в черном цвете, и состояние у него тоже классное. Все-таки A7 и A7. Пригодится нам. Раскрываем последний аппарат в первой коробочке. Там к СДХи нету, да? 24 Гига. Это в Samsung? Да. У нас Samsung на A5 какого? A5 3-го также. A5 3-го, 4 опера, 24 Гига с СДшкой и 500-ник, да? Угу. По сути, два ультрабутчика. Конкуренты в свое время были. Одно и то же поколение. Что у вас и Сочи, кто делал, что этот Samsung. У этих Samsung беда с петлями просто страшная. Вот. Но, тем не менее, в этом, в нашем случае, вроде бы он живой. Пригодится. Так. Открываем. У-у-у. В классном состоянии X751. Ну-ка. Он простенький. Он совсем простенький, но зато большой. Для тех, кому нужен 17,3 дюйма, ровненький аппаратик с кучей USB-шек. Замечательный вариант. Просто идет, по-моему, на 4-х ядерном пентеуме у нас и 920-ом GeForce. Графика дискретная есть. И, в целом, он очень такой строгий, опрятный аппарат. Ничего плохого про него сказать не могу. Помимо того, что это просто чистый пластик. Но 17-ка недорогая. Чем не прелесть для определенных нужных задач. Так. Тоже ее вторым подкладываем. Ничего пока, Ромич, для тебя интерес не попалось. Но будем надеяться, что у нас попадется что-нибудь. Вот надеюсь, вот второго. Хоть там не носки с Китая, да? Так. Пока что подходящего. Потому что у тебя там уже четвертое поколение 7-го, да? У-у-у. И хоть и 64-битный, но у меня тоже есть. Так. Тут у нас два ноутбучика еще есть. Отлично. Не просто это дело. Распаковка после ультра-трейла. Кучу сразу зарядочек еще. У-у-у. Кайфовая вещь. Блин. Вот этот аппаратик я ждал. Вот этот аппаратик я ждал. За эти аппараты всегда приятно. Это, по-моему, на пятом поколении. На Бродвале у нас должен идти этот симпатик. Да, это Т450. Блин, классное какое состояние. Ну-ка, что за матрас? Что за матрас? Включись. Включись, друг. Пожалуйста. Да, включился. Матричка, по-моему, обычная, но... Ну, эту вещь просто не биваем. Подсветочки нету. И, блин, неполный комплект. Без подсветки. Но вещица. Бомба. На десяточки профессионально идет. Ну-ка, загрузимся. И посмотрим его параметры. Пусть он у нас... Вот и вот. Вещь для ценителя. За такую аппаратуру вообще никогда не стыдно. Не стыдно. Титановые петли. Эрготая клавиатурочка. Что еще нужно для счастья? Интересно, это флаждишка или нет? Матрица узкая. Нет, это не флаждишка все-таки. Да, явно нет. Ну ладно, хотя бы посмотрим, какой у нас процессор идет. Огонь! i5-5300. Причем не самый слабый 5-го поколения, наоборот. Восемь оперативочки. Ну и, наверное, какой-то жесткий. СССР по ощущениям не торчит. Иначе грузилось, наверное, пошустрее слегка. Но мы все равно для эксперимента. И классное состояние. Ммм, бомбический. Кстати, усиленная батаречка у него тоже идет. Огонь. Саня, честно, зацени. Как тебе? Т-450. Пусть печаточка. Ух, аппаратичка, да? Санечек любит и ценит такие варианты. Так, у нас последний ноутбук в коробочке номер два. Посмотрим, что тут. О, боги, только не эти Dell'ы. Тот самый Dell. Только не тот самый Dell. Dell'чик Ёшкин-дрын на Cora 7 процессоре 4-го поколения, вроде бы, как должен быть. Это вон у них, целое горище этих аппаратов на Cora 7. Ну, у меня... Это, наверное, самый убогий корпус, который Dell'ы придумали за все свое время. Ну, хоть целый по всем портам. Ужас! Ужас просто дизайна! Не заплатили нисколько за него. Но вещь очень рабочая и по начинке неплохая. Поэтому, ну, нельзя было отказаться ни в коем случае. Мы его взяли тоже на Cora 7 процессоре. Даже включать его не хочется, потому что он скучный. А мне его хочется перейти в последнюю коробку. И очень надеяться, что там хоть что-нибудь для Ромки будет. Ромич, ну тут будет, конечно, но это вообще пушка-бомба. Ну, в смысле. Он по дизайну удивит. Ладно, ему сначала едрить-коротить. Вот, слушайте, два самых интересных аппарата оказались в последний аппарат. Вот, последний. Кстати! Санчо, смотри! Тут еще помимо этого оказалась док-станция. А, то есть для симпада. Да, для симпада. Это вообще охрененно. Это комплект просто бомбический. Потому что эти современные док-станции тоже, из-за меня, не дешевые штуковины. Во, гляди. Хопа! И сети. Посмотри, на док-станции какая красота. USB-шек 3.0 сколько? Сразу вообще любые нафиг выходы, которые тебе нужны. Все, что хочешь, поделай. Во! Ёшкин дрым. Хотите посмотреть на легенду? Саня... Ой, Вань, а это по твоей части. Ты вот такие видишь. Суперючка-то. Да ты и Пошка. О-о-о-о! Это Сонечка. Помнишь, у тебя была старенькая Сонечка, где она вставляла? Весь тут мальчика такая. Вполне может быть. На этих старых Сонках, я надеюсь, что у полотиха он старый. Это старая Сонька, по-моему, на Кора 7 процессоре. Старючая. Но! Первое поколение Кора 7 процессора Соньки делали такие буки бомбические. Они там стоили из просто страшных денег. И они до сих пор остаются очень актуальными. И ты что, Сонечка, что ли? По размеру такая какая-то она здоровая слишком. Да не, Вань, это не очень. Какая-то она здоровая, прям чересчур. Так, включаем. У нас Кора 7, первое поколение. Но батареечку он вряд ли будет, конечно, держать. Но нет, Вань, слушай, давай найдем подруги шоу. Посмотрим, есть там или нет. Здорово! Здрасьте. Какие корочки будут выкинуть в сторонку. Омэн, если вам о чем-то говорить, то эта вещь всегда. Вот, кстати, тоже. Ичпишка Омэн. Это, как сказать, приемлем линейка у Ичпишек. Это для любителей поиграть, для любителей беспомпромиссных решений. Вот такое вотuri, Соня. Вотэсманю, глянь, какая ё... Да. Можно даже не успокоить, скажите? Нормально, ну сексуально родишь, согласись. Ну не. Ну не смысл, я в коробку кидал. Вм terms. Вот такая вот симпатяшечка. с дизайном они прям пипец они плюнули вообще заморочились по полной программе тут под карбоновые вставки интересно включается вообще нет но я смотрю тут подклеивали видите кусочек обманули донечку а то у нас что у нас в итоге получилось 425 по 7 1 425 флагишный экран сонечка вот и предложить и 700 ник вот ромич ты у нас компактор в принципе неплохо разбираешься их что что было в руках какой ценник этому старючи sony в аппарату ну 10 лет почти но а 7 425 g force оперативно часов на 8 8 оператив очки уложить их сонка сколько ценник адекватным наш а ты думаешь 15-20 18-20 а потому что в принципе если сравнить вот теперь представьте чем 18 20 рублей вот это говнище вот она и стоит магазинах 18 рублей то есть ты можешь пойти в магазин купить это просто как бы для сравнения да ты покупаешь свежую модель относительно 2 ядра целерона 2 гига памяти или 4 мега памяти и там 500 жесткий полностью отстойный калькулятор плюс вот только в том что он выглядит чуть более осмотре есть новые есть износ да у вайя большой износ потому что я тоже работал на вайя еще когда учился то есть ну я прекрасно понимаю о чем ты ромич как бы ты бы 100 игроку 18 ему нормально нет конечно я бы выбрал там где больше оператива потому что на двух ядрах и двух ядрах за производительность это всегда вопрос о балансе что целесообразнее взять новый какой-нибудь калькулятор либо какой-нибудь старичок но который безумно еще если сама по себе моделька надежная и крутая будет вывозить все задачи потому что 4 дра 8 потоков 425 geforce 128 битный охрененная вещь да еще и на full hd еще и сонька то есть задуматься стоит я вам так скажу этот этот аппарат по ценнику где-то выйдет рублей он до пятнашки выйдет то есть ты покупаешь такой аппарат рублей за 13-14 в лучшем случае зависимости от состояния общего пробега и до пятнашки и ты получаешь и 7 классную видюшку флаждишку то есть это действительно интересно и закончим мы вот таким вот омэном немножко расстроились бук классный расстроился немножко тем что мне не предупредили что тут вот такой косяк есть это сразу минус карме большой потому что мелочь она сразу бросается в глаза но неприятно то есть какой-то колхоз есть что-то клеюшком подклеили видимо либо откололся либо как-то неокротно вскровали но аппарат достойный кабилейк седьмое поколение 7300HQ 1050 geforce жалко что 2 гиговая этим уже в наше время никого не впечатлить но 128 бит и самое главное я считаю потому что все это чисто на теории эти циферки но IPS это на практике ты конкретно видишь сочность яркость картинки и подсветочка клавиатуры тоже большой плюс и дизайн дизайн конечно очень приятный по всем параметрам он прям кричит давайте я игровая штука возьмите меня полностью и в целом все остальное у него на местах в общем и на этом эффектном ноутбуке мы закончим сегодняшнюю распаковочку спасибо всем что посмотрели подписались на канал поставили лайки за ванька за ромку как зовут за димона за оператора антоху за санечка он там за уголочком и за все классные аппараты а вот саня красавчик все всем спасибо до новых встреч мужики по скриптам для нашего небольшого видео а вот так бывает что иногда последний ноутбук который мы распаковали и он реально оказался самым охрененным и достается офигенному другу роме и он возвращает нам обратно наш дельчик который правило тетюдик тоже классненький аппарат но под его задачи оказался не очень но тут по всем параметрам круче круче проц круче видяха круче экран круче саму глупо всем параметрам вот поэтому это тоже официально становишься сегодняшний я сразу в разы и круче вот тебе надо еще вот так да классненький аппаратик мы его сейчас крышку раскрутили посмотрели в принципе все адекватно ничего с такого беды вроде визуально нет ну кроме вот это небольшой уголочка который видимо подкрыли по какой-либо из причин вот у ромича в любом случае гарантия есть поэтому ромка спасибо тебе за доверие по офигенному ценечку тебе сразу слету вот такой вот без профилактики без настройки системы достается мой этот аппарат и после тебя слушать максимально долго тыкать вещь реально крутая я даже сам не телефону вот поэтому давай кулачок хорошие руки классная вещь все теперь всем действительно спасибо